Это промежуточное видео урока про построение здания в перспективе. В предыдущей части мне не сильно понравилось, как выглядит площадка и здание. И в этом видео я хочу это немножко исправить, добавив фаски и некоторые детали, в частности лестницу. Примерно так выглядит любой рабочий процесс, где картинка постепенно прожаривается и улучшается. В следующей части мы уже перейдем к раскрашиванию. Сейчас нам нужно детальнее проработать нижнюю площадку и добавить лестницы. Причем площадку будем делать в два захода. Для того, чтобы нарисовать лестницу, нужно сперва подготовить шаблоны. Я выключаю рисование в перспективе и подготавливаю шаблоны для ступеней. Сперва нужно замерить, какая высота наших площадок. У нас две площадки. Одна большая, другая не очень. Вторая площадка будет на треть, где-то по высоте от первой. Поэтому можно вбить какие-то конкретные числа. И у нас появится общая высота всей площадки. И под нее мы подстроим высоту ступенек. Потому что самая верхняя ступенька, она заподлицо с верхней площадкой. Еще нам нужно два шаблона ребер. Мы их тоже будем вставлять уже в перспективу. Это нижняя и верхняя площадка, соответственно. У нас есть небольшая особенность. У нас ступеньки не совсем попадают под размер нижней площадки. Другими словами, там будет такой хитрый зазор, которому нужно будет уделить внимание. Я сейчас добавляю дополнительные точки. Они мне нужны как направляющие и как точки для снэпа. Потому что перспективная сетка в иллюстраторе не очень хорошо иногда срабатывает на снэп. Поэтому мне нужны дополнительные вспомогательные точки. И наша лестница выступает немножко вперед относительно нижней площадки. Предположительно наполовину. Поэтому дополнительная точка поможет нам очень быстро поставить ровно нашу лестницу. Сейчас нам нужно аккуратно нарисовать все выступы. В этой сетке удобно вводить числовые значения. И соответственно ваш объект будет меняться, так как если бы вы вводили в плоской системе. У нас есть нижняя площадка. И мы сейчас можем построить одно ребро, благодаря которому найдем высоту площадки. Она будет соответствовать предыдущим значениям. И сможем построить правое ребро. Нижняя площадка выступает вне здания чуть-чуть меньше, чем внешняя. Соответственно я взял половину значения. Если внешнюю площадку я добавлял по 40 к размеру, то в этой площадке я добавляю по 20. И то же самое. Перетаскиваю сразу объект инструментом перспектива. И он подхватывает мою перспективу. Здесь важно заметить, что я построил верхнюю, так удобнее было, верхнюю часть площадки. А уже с помощью готового шаблона ребра у меня появилась высота. Осталось разобраться с попаданием лестницы. Также инструментом перспектива мы хватаем за какой-нибудь узел. И переключаясь в нужный вид, подставляем, слегка выступая за переднюю площадку. Режим с зажатой цифрой 5 работает не только для плоскости наверх, но и вправо и влево. То есть он позволяет сдвинуть объект, сохранив перспективу. Все, что нам осталось, это достроить верхнюю крышку нижней площадки и непосредственно ступеньки. Я пока скрыл площадку, чтобы она мне не мешала. Ступеньки также делаются в соответствующей плоскости в перспективе. И нужно постоянно следить за тем, чтобы ровно попадать в узлы других объектов. К сожалению, нельзя взять цельную ступеньку с объектами разной перспективы и с каким-нибудь Alt-Shift перетащить в другой край здания. Поэтому приходится рисовать, либо по отдельности таскать каждую из плоскостей, что неудобно, потому что Snap не сработает и можно не попасть точками. Быстрее всего просто заново нарисовать, особенно если объект довольно простой. У нас здесь есть легкое непопадание по высоте. В принципе, можно заново все начать строить, но так как это очень небольшая деталь, то можно просто сдвинуть по вертикали точку, выровняв по высоте верхней площадки. Обязательно нужно захватить все участвующие в этой операции панели. Я просто перемещаю одну точку, а потом выделяю остальные и нажимаю Command-D, повторить трансформацию. Иллюстратор запоминает предыдущую трансформацию, просто повторяет. Важно проверять все попадания заранее, потому что когда мы уже начнем красить, будет не так удобно на лету снова строить и менять объект. Особенно когда появятся детали, фаски. Еще я хотел поправить двери, в частности сделать косяк, видный с этой точки перспективы. Делается это копией самой двери и через зажатую 5 тянется вдоль перспективы. То есть мы хотим сделать что-то вроде экструда, выдавливания, и потом просто дорисовать несуществующие пока плоскости. Сейчас мы усложним основание, добавив скругление на каждую из площадок. Проблема в том, что иллюстратор не позволяет скруглять углы у уже нарисованного в перспективе прямоугольника. Поэтому сперва нужно понять, какой нужен радиус, установить значение, а потом уже ровно его нарисовать. Потому что изменить его или подкорректировать радиус скругления после того, как нарисовал прямоугольник в перспективе, уже невозможно. Я пытаюсь найти оптимальные радиусы для углов. Они не должны быть очевидно скруглены, они скорее должны больше напоминать фаску. Опять же, проблема снеппинга. То есть в иллюстраторе в перспективной сетке он решен довольно странным образом. Иногда он снеппит, иногда нет. Поэтому допустимо слегка пренебрегать точностью. Главное ориентировочно попасть в то место, где у нас есть прямоугольный блок. Нам теперь не нужны уже прямоугольники. Мы оставим только скругленные площадки. И сейчас нам нужно построить несколько плоскостей. Помимо четырех ребер еще есть угловые. Для этого мы возьмем наши скругления. Единственное, я сейчас поправлю. Мне показалось слишком уж сильным. Скругление на нижнем основании. Вначале построим плоскости, идущие до скругления. А потом мы возьмем сегменты скругления, сделаем из них еще дополнительные объекты. В данном примере я снеплю к точкам, которые располагаются до момента, когда линия начинает скругляться. Все эти же операции мы проделаем для самого здания. То есть мы должны получить фаску на переднем ребре. Соответственно, мы абсолютно тем же способом скруглим две плоскости сверху и снизу. А потом соединим по отдельности эти все участки. Я ускорил видео, чтобы сэкономить время, так как здание почти готово. А в следующей части мы уже перейдем к раскрашиванию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok